Владимир Мономах Это был богобоязненный князь Владимир Мономах И с ним связана такая история У него был любимый сын, который погиб в междоусобице Это вам известно, междоусобица между князьями Погиб на этой войне И убийца его, боясь княжеского возмездия, бежал за границу Ему Владимир Мономах написал письмо Написал письмо Что ты не бойся меня Я Бога боюсь Я не буду тебя преследовать Больше того, я приму тебя как сына вместо моего погибшего Слышите? Кто может так? Ну кто может на такую высоту подняться? Это убийца моего сына Ты приходи, я приму тебя как своего сына вместо моего погибшего Это высота христианская Он оставил творение одно Он оставил поучение детям Знаменитое поучение детям Полное смирение перед Богом и мужество перед людьми Оно было широко известно многим поколениям наших предков Послушайте Прочитав эту грамотку Постарайтесь на всякие добрые дела Славя Бога со святыми Его Смертью ведь, дети, не боясь, не зверя Дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет Ибо если я от войны и от зверя и от воды и от падения с коня уберегся То никто из вас не может повредить себя или быть убитым Пока не будет от Бога повеления А если случится от Бога смерть То ни отец, ни мать, ни братья Не могут вас отнять от нее Но если и хорошее дело остерегаться самому То Божье обережение лучше человеческого У него очень интересные советы детям даны Он велит детям заботиться о церкви, но не зависеть от нее Слышите? Заботиться о церкви, но не зависеть от нее Он советует то, что он делает Каждый день молиться Богу И раскаиваться перед ним, если что-то неугодное сделал Замечательные советы Владимир Мономах понимает молитвы еще Как гигиену внутренней жизни Способ сохранить серьезность и деловитость Это не просто молитва, только или покаяние, или просьбы Но это обращение к Богу Это постоянное осознание Его присутствия Его участия Бог твой видит тебя Бог твой видит тебя Помните, как в свое время Агарь назвала Ты Бог, видящий меня Я какой-то фильм смотрела Одна женщина, революционные восстания в своей деревне Какие-то кланы там друг на друга стреляли Она остановила эту войну, она вышла И буквально показывая руком Бог видит тебя Бог видит тебя И у тех ружья опускаются Понимаете как? Это великая сила Бог видит тебя И вот он говорил, что это сила Молитва Сохранять серьезность, деловитость Такая гигиена внутренней жизни У тебя будет душа чиста Чересла предпоясные Светильники горящие Ты будешь ко всякому доброму делу готов Молись Вот как Это был князь Владимир Мономах С такими понятиями Вот он княжев Он еще говорит, что между Богом и человеком Не должно быть посредников Вы знаете, это чисто русское Это византия не учила Там посредники А он говорит, нет Посредников нету Исповедь Это излияние души Перед Богом Он перед Богом называл себя И не стыдился называть себя Грешником, худым, дурным, малым Ну так он себя понимал Перед Богом И он делом Вот так вот Доказал свою веру Вот эта ситуация С смертью сына Это поучение детям Писалось и переписывалось И заучивалось И представляете, когда князь Говорит такие Ну божественные слова И народ благоговейно принимает это И подражает им И поэтому нет мстительности И нет братоубийства Есть собранность Есть ответственность Вы понимаете, все выращивается Появляется само собою Когда человек ходит перед Богом Бог твой видит себя И не нужно вырабатывать в себе Какие-то качества Они просто от того, что Бог тут присутствует При Владимире Вономахе Появился другой Выдающийся религиозный мыслитель Вы знаете Если мы от Илариона Имеем такое замечательное послание Вот оно у меня все напечатанное И книжечка есть То здесь Это только так Вот, например, есть книга Мыслители Киевской Руси И там изложения Кирилл Туровский Он толковал притчи И писал притчами Вот Ну и Изъяснял их А еще был такой Климент Смолячич Мы знаем, что Так, о нем как-то сказано Был философ Которого Которого в мире Больше такого не было Как этот Климент Смолячич Ну, понимаете У нас тоже Нету текстов его Чтобы так вот взять и почитать Знаем, что это была Рационалистическая традиция В богословии на Руси Они были единомышленники Князя Ну и Так Творчество Кирилла Туровского Особенно разительно Выглядит на фоне Монашества того времени Так, 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 так Обильное такое развитие Монашества Рассвет монаши Азона Руси Связан с тем Что я прочитала вам Вот здесь У Дмитрия Поспиловского Что Россия не могла Осмыслить Все то Византийское богословие Основанное еще на греческих Там философах Понимаете ли Ведь Греция Это страна Породившая Великих философов И Сократа И Платона И Аристотеля И Великой Великой трагедии Эсхила Софокла Еврейпида Понимаете ли Высокой культуры Психологии Геронтологии Вот Я Буду вам читать еще курс Или не вам читать А записи По старости По геронтологии Я столько нашла Глубочайших высказываний Именно у Древних греков Больше чем Даже у отцов церкви Я искала все материалы Для лекции Древние греки Они глубочайше Понимали Человека Его устройство Они все имели Внутри Вот это Что есть Есть Тот мир Вечный мир Так вот Не могли мы Все это освоить И поэтому Что восприняли От Вот Крестьянских идей Восприняли Монашество Надо убегать От этой жизни Надо спасать душу Надо Зарываться Вы знаете Что если Западные монахи Шли Покоряли Верю Весь мир То На Руси Монахи Зарывались В землю Жили без света Старались жить И без хлеба Или без сна Или как-то такое Вот Такие подвиги Совершая Столпничество Фантастика Такая Прожить 25 лет Вот на такой территории Вершины столпа Вот 25 лет Воображения У меня не хватает Такие подвиги Это считались Религиозные подвиги Монашество И поэтому Понимаете ли При Владимире Мономахи Появление Рационалистического Направления В богословии Вот этот Кирилл Туровский Это было Таким чудом Это было Контрастом В противоположность Печерскому Мистицизму Антонием Монахи Монахи Ну Велик Бог И Он Знает Наши Вот эти немощи Ну так вот Понимали Они Ну Понимаете В таком Далеком От евангельского Понимания Святости Что у них было У монахов У них была Огромнейшая Сила Они были Не подвластны Князю Не подвластны Стихиям Этого мира И сколько раз Бывало Когда во время Пира Княжеского Это уже Других князей Появляется Монах На этом перу Трезвый Спокойный И говорит Ты князь Плохо сделал Говорит Что он И тот не смел Его ни убить Ни выкинуть Понимаете Это был Моральный авторитет Это был Моральный авторитет Добытый Вот этими Его Астетическими Подвигами Народ уважал Это Это уважал И знаете Что история Сохранила Несколько Таких фактов Когда князь Погрузит Ценности Свои На коня Подъезжает К келью Аскета И говорит Я не хочу У меня душа Не принимает Этой жизни Вот возьми Все у меня Мое Прими в свою обитель А меня прими В монастырь Тоже хочу В келье жить Вы понимаете Что жажда Бога И жажда Святости И жажда Близости К ним Это идет Независимо От людей От устройства Правильности Неправильности Понимания Понимания Или неполного Понимания Евангелия Те Совершали Запад Чудеса Совершенно Миссионеры Монахи Миссионеры Мнохи Много чудес Связано Это я Рассказывать буду Я вам До вечера Не кончу Понимаете А здесь Вот такие Аскетические Подвиги И это Трогало Людей Трогало Людей Поэтому Вот этот Про Кирилла Туровского Здесь Есть Например Его занимали Такие проблемы Это Рационалист Божественное И человеческое Во Христе Ну Какие вопросы Занимали Например Слово О расслабленном Помните Такое было Параличное Друзья Несли его К Христу Вот он рассматривает Эту историю И он говорит Что Все творение Божие Прекрасное Назначено В услужение Человеку Поэтому Принятие Мира Любовь к нему Не противоречит Божественному Замыслу Вочеловечение Бога Это акт Божественного Служения Человечеству Бог пришел Чтобы избавить Человека От духовного Недуга Даровав Ему Истину То есть Прище Расслабленном Воспринимается Вот так Вот Как Бог И человек И человечество Бог пришел Вочеловечился И пришел На землю Чтобы избавить Человечество От недуга Расслабленности Паралича воли Вот Поэтому Но этот Кирилл Културовский Он вначале Был столбником А потом Будет епископом И вот Его столбические идеалы Он оставил Когда понял Что надо Соответственно Согласно Христу Служить людям У него был Период Столбнический Это я Объясняю Что такое Столбник Да Вот Аскет Такой А потом Он стал Епископом И пересмотрел Свои Столбнические Взгляды Почему Он был Столбником Он не принимал Мир Он отказался От мира Он хотел Бежать От мира Даже Вот Вознесся На такую Вот Высоту Понимаете А Сейчас Вот в этой Притче Он показывает Что сам Христос Он Вочеловечился Пришел Спасти Нас От нашего Недуга Как этого Расслаблено Марина Это В этом же Есть Просматривается Философия Греческая Да Вот в этом Столбничестве Как раз Философы Стойки Да Которые Отвергали Этот мир Очень Сильно Переработан В виде У нас Когда мы Сего берем И так Перерабатываем Что Первоначально Эти Источника Не узнал бы Еще Например У него Было Путь Спасения Он Говорил Так Человеческие Помыслы Не пронизанные Духовным Началом Грешны Недобродетельны А вера во Христа Дает им Новые основания Благодаря ей Они не только Очищаются Но преобразуют И естество Человека И смотрите Как интересно Земля Естества Нашего Земля Тело Земля Естества Нашего Аки Семя Божие Приемше И страхом Его боляще Дух Спасения Рожает Здесь Ни о чем Ином Не говорится Как о Возрождении Человека От Слова Божьего Когда Господь Говорит Слово Мое Есть Истинная Жизнь Оно Жизнь Дает Оно Меняет Слово Просто Слово Меняет Верующие Люди Очень Очень Хорошо Понимают Ты Принимаешь Слово Божье И Стой На Нем Утверждай Его И Это Точно Так Ты Должен Принять Это Слово И Стоять На Нем Раз Бог Так Сказал Значит Так Оно Все И Будет И Оно Будет Твоей Жизни Так Осуществляться Это История Жизни Каждого Верующего Человека Когда Ты Какое Обетование Взял Держишься Его Стоишь На Нем И Так И Получаешь Еще Он говорил О вере И разуме Он Водит Понятие Стройного Разума Когда Разум Соединен С верой Не Слишком Доверяйся Разуму Говорит Писание Но И Слово Божие Без Исследования Не Ясно Кирилл Туровский Разграничивает Ум И Разум Ум Это Предоставленный Самому Себе Легко Забывает О Разуме О Боге Надо Вешать Его Верой То есть На Руси Была Заложена И Рационалистическая Традиция Понравилась Лекция? Вдохновились Услышанным? Поддержите Нас Молитвой И Финансом О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Узнать На сайте www.tvseminari.com А какая Была Мистическая Традиция На Руси Монашество Восприняло Исихазм Исихазм Это будет Ити сквозь Всю нашу Историю Православия Исихазм Или умная Молитва Это попытка Снискать Чтобы тело Человека Осветилось Фаворским Светом Преображения Это психофизические Упражнения Известные В индийской Йоге Когда ты Дыхание На вдохе У тебя Ты Вображаешь Себе Что это Все злое Выходит На вдохе Ты берешь силу На выдохе Ты Выдыхаешь А здесь На Руси Исихазм На вдохе На выдохе Считалось Иисус Христос Сын Божий Помилуй меня Грешного Иисус Христос Сын Божий Помилуй меня Грешного И это Идет у тебя Пока ты идешь Пока ты спишь Пока ты ешь Пока ты все Ни в чем другом Думать не можешь И считается Что в итоге У тебя будет Фаворский свет Где-то Вот тут Зажжется Мысль такая Что человеческое Тело Оно Не вполне Погибшее А оно тоже Может быть Просвечено Божественным светом Вот так вот Понимаете ли Очень Интересная Идея Вокруг этого Но это Вот Исихазм Это делается Все в тишине Молитвенно И Дополняет Всю твою жизнь Это Началось Воспринято Было От Афонского Монастыря На Афоне Там же Ярослав Мудрый Построил Монастырь И оттуда Русские князья Будут потом Брать Богословов Греческих Для исправления Писания Немножко Впереди Это будет История Афонский Монастырь Я Прошлым летом Там была Хотела сказать Но я там Не была Там Женщинам Нельзя входить Даже Смотреть Нельзя Только На корабле Можно Объехать И Мужчинам Тоже Нельзя Но Как Можно Получить Иногда Разрешение Это Целый Остров Полуостров Там Все Только Здания И Монастырь Афонский Считается Центр Благочестия Центр Исихазма Центр Мистического Благочестия Так вот На Руси Было Мистическое Благочестие И вот Это Рациональное В лице Кирилла Туровского Понимаете Как И вот Идеи Рационалистов Они Произвели Переворот В религиозном мышлении Киевской Руси Вот этот Вот Неведомый Нам Климент Смолятич Митрополит Тоже Из Схимников О нем Писали И Бысть Книжник И Философ Так Якоже В Русской Земле Не Бяшить Не Было Такого Ну Вот Ну Тогда Называли Философом Человека Который Руководствуется Логикой Климент Смолятич Защищал Право Использовать Разум Познание Мира Это Ступени К Богу Вы знаете Что это Все Чрезвычайно Важные Вещи Я вам Говорю Потому Что Все Потом Православие Оно Будет Пронизано Недоверием К знанию Против Просвещения Против Учебы Против Чтения Книг Против Понимаете Как До Нашего Времени Дойдет Не знаю Я надеюсь Вы Это Не ощущаете Но Не ощущаете Есть цель Которая Считает Тоже Не надо Никаких Книг Не Надо То есть Это Все Идет От Каких-то Очень Далеких Времен И вот Мы Видим Поэтому Я с удовольствием Рассказываю Про Митрополита Илариона Про Кирилла Туровского Климента Смолячича Которые Были Основатели Рационалистического Подхода К Жизни И Климент Смолячич Говорил Бог Хочет Чтобы Человек Познавал Его В творении Он Дал Человеку И разум И чувства Это все Противоречило Печорской Идеологии Что это за Печорская Киево-Печорская Лавра Киево-Печорская Лавра Оплот Вот этого Исихазма Ну Поэтому Вот Однако Климент Смолячич Он не Отказывался От Мистического Пути Богопознания Он признавал Что есть Два Спосба Познания Есть Благодатное Боговедение Через Откровение И Есть Приточное Познание Притча Через разумное Толкование Божественных Заповедей Как и Христос Толковал Притчи Есть два Пути Благодатное Боговедение Через Откровение Это очень Интересно Но Они Откровение Хотели Иметь Мы тоже Верим Откровение Я вам сказала Что Бог не откроет Так мы Библию читать Не можем Мы понимать Ее не можем Вы не представляете Себе Какое значение Имеет знание Языков Это открытие мира Это открытие мира И других народов И другого образа мышления И другого чувства Юмора И другого Другого подхода К пониманию вещей Языки Это Уж не говоря Про то Что они открывают Простор Для общения Значит Запомнили Это Смоленский Князь В 12 Веке Он Что Делал Училище Для Подготовки Служителей Знаете Это далекое Потом Будущее Будет Академия Полоцкая Какие-то Академии Это Где-то Будет В эпоху Екатерины Понимаете А тут На заре Христианства Уже готовится Фактически Такая Академия Подготовка Высоко Обратованных Служителей Но есть Еще один Пример В следующем Веке В 13 Владимирский Князь Там Всеволод Он Собственный Дом Богатую Библиотеку И доходы Свои Он Передал В дар Училищу Где русские И греческие Иноки Обучали Детей Он Привлек Для Преподавания Монахов И русских И греческих Монахов И он Свой дом И библиотеку И доходы В своем доме Он образовал Это училище Для детей Ну Теперь Это То Что Избранных Детей Их Там Учили Монахи Греческие И русские А там Служителей Готовил Смоленский Князь Ну Помимо Этого При Рославе Мудром Была Широкая Образованность Школы 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 Где дети Должны Были Учиться В школах Я Говорила Это Упоминалось Учились По Псалтире Это Было Повсеместно Это Было Как-то Всеобуч Это Обязательно Было Для Всех Как бы Там Кто Не Сопротивлялся Но Это Было Образованность Продолжение следует... Продолжение следует...